В Узбекистане фермеров заставляют произнести торжественную клятву о выполнении возложенного на них плана по сбору урожая. Соответствующую информацию мероприятий 16 ноября опубликовала на своем сайте газета Сирдарио Хакикати. Как говорится в публикации, церемония проходила на площади расположенной напротив здания городской мэрии города Гулистана Сирдариинской области. У фермеров Гулистанского и Боявудского районов в присутствии Хакима области представители прокуратуры и сотрудников госорганов, ответственных за защиту прав человека, в массовом порядке поклялись добросовестно выполнять поставленные перед ними задачи. Точно такие же мероприятия проведены и в других районах области. Мероприятия проведены в особой вдохновляющей торжественной обстановке. Для каждого фермера был составлен свой текст клятвы, в зависимости от площади земли, находящейся у него в распоряжении и вида сельхозкультуры. В соцсетях опубликован один из экземпляров клятвы, касающийся фермера, который должен на 30 гектарах земли посеть пшеницу. В частности, в тексте говорится, что фермер обязуется с 30 гектаров земли собрать 210 тонн пшеницы. Далее указывается перечень проводимых работ для получения такого количества урожая. Также в тексте говорится, что в случае невыполнения каких-либо пунктов или поставленного плана, фермер будет привлечен к уголовной ответственности. Следует отметить, что жизнь фермера в Узбекистане была нелегкой еще со времен правления Каримова, но все указания и обязательства в выполнении плана, поставленного режимом, происходили тайно. Сегодня же, после начала так называемых реформ, все мероприятия проводятся публично и в торжественной обстановке, что напоминает ситуацию с колхозами в период советской оккупации. Также поступают сообщения о том, что вслед за фермерами и врачи Сырдаринской области Узбекистана дали коллективную клятву президенту страны. Об этом сообщает репост, ссылаясь на некий документ, оказавшийся в распоряжении редакции. По данным издания, врачи поклялись быть верными своей профессии и не заниматься нечестными делами.